Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи Кузьмичев Алексей и в этом небольшом видео я хочу провести для вас небольшой видеообзор нашего нового обновленного комплекта экшенов для ретуши Retouch Actions 2020. С момента выпуска нашего прошлого комплекта прошло уже больше года, вот за это время многое изменилось, мы не стоим на месте, мы переработали наши старые экшены, добавили новых, чтобы ретушь ваших фотографий была еще проще, еще удобнее. И вот сейчас данный комплект готов, я рад вам его презентовать. Итак, в данном комплекте у нас представлено уже 52 экшена, вот довольно большое количество, поэтому мы решили данные экшены разбить на 3 группы, чтобы вам было проще их использовать. Вот у нас теперь, как видите, представлено 3 набора, так скажем, то есть по сути у вас сразу 3 сборника по цене одного. Итак, первый набор это базовая коррекция, сюда вошли экшены, которые позволяют настроить вашу фотографию перед непосредственной обработкой и после нее, да, то есть это настройка баланса белого, настройка контрастов, экшены для усиления цвета, то есть позволяют сделать вашу фотографию более сочной и насыщенной. Также мы сюда добавили еще экшены для создания виньетки, чтобы акцентировать внимание на модели, да, вот, и экшены для резкости, их здесь несколько штук, то есть вы можете выбрать, какой вам удобнее, вы можете использовать либо полностью автоматические варианты, то есть плюсики, это, я думаю, вы понимаете, это сила эффекта, то есть чем больше плюсиков, тем, соответственно, сильнее получается эффект. Вот резкость плюс, это у нас самый маленький слабый эффект, да, и резкость, где у нас 3 плюсика, это самый максимальный. И также вы можете использовать еще ручную обработку. В данном случае экшен будет у вас спрашивать, какие необходимо подобрать параметры для вашей фотографии, там вы уже сможете ориентироваться по результату и смотреть, что вам нужно. Вот, ну, вы будете выбирать, исходя из того, какой результат вам нужен. Это что касается экшена в базовой коррекции. Давайте пока что-то закроем и перейдем уже непосредственно к ретуши. Вот, следующая группа это быстрая ретушь, сюда как раз вошли все самые ходовые экшены, вот, которые позволяют быстро и эффективно обрабатывать ваши снимки. Вот, в данный набор мы добавили специальный ретушь-ассистент, специальный экшен-помощник, который будет в первую очередь актуален для новичков, да, то есть, которые не знают в каком порядке и как правильно ретушировать ваш снимок. Мы сделали данный экшен, который будет вас вести прямо по шагам при обработке вашей фотографии. Давайте я покажу, как это все работает. То есть, мы запускаем данный экшен, вот, и в первую очередь нам необходимо провести базовую коррекцию в Camera Raw. То есть, вы, например, открыли ваш RAW-файл, загрузили его в Photoshop, запустили экшен и начинаете работать. То есть, в первую очередь заходите в RAW, вот, далее настраиваете здесь все, что вам нужно, то есть, можете настроить баланс белого, экспозицию и так далее. Ну, то есть, приводите вашу фотографию в порядок, чтобы мы могли ее уже в дальнейшем ретушировать, да. После этого нажимаем здесь ОК. Вот, после этого нам необходимо устранить основные дефекты и нажать кнопочку продолжить. То есть, ну, в любом случае, для лучшего результата нам все равно необходимо основные дефекты с кожей подчистить. То есть, самые большие прыщи, самые большие морщинки мы при помощи точно снарующей кисти подтираем. Вот, ну, таким вот образом. Просто быстро, ну, на это обычно тратится несколько секунд. Вот, вот, если кожа, например, не сильно покрыта различными проблемами, да, как здесь, то здесь абсолютно практически кожа чистая. Вот, только самые-самые уже бросающиеся в глаза дефекты я убираю. Вот, и после этого нажимаю продолжить. Экшн у нас продолжает свою работу. Дальше он будет разглаживать кожу. Абсолютно в автоматическом режиме мы просто немножко подождем. Вот, как видите, появляется следующее сообщение. Шаг 3. При помощи белой кисти разгладьте кожу. Мы выбираем кисточку белого цвета, если она у вас уже не выбрана. И проходимся по коже нашей модели. Вот. Как видите, у нас кожа разглаживается. Если кажется, что слишком она замыленная, мы все потом подредактируем при помощи прозрачности. Не переживайте. В данном случае мы просто сейчас проходимся по коже и разглаживаем ее. Так. Также не забываем прорабатывать кожу не только на лице, но и на теле у девушки. Так. После того, как мы здесь закончили, понижаем прозрачность в зависимости от нужного нам эффекта. Ну, в данном случае, я думаю, 70 будет достаточно, чтобы было видно текстуру. И чтобы у нас кожа стала в модели более ровной. До и после, как видите. Не сильно, но заметно. Этого вполне достаточно, чтобы сохранить натуральность. И после этого нажимаем Action и продолжить. Он у нас уже занимается Doge & Burn, то есть проработкой свето-теневого рисунка. Как видите, тоже в автоматическом режиме. Здесь нам тоже необходимо будет просто подредактировать прозрачность в зависимости от нужного нам эффекта и результата. И также нажать на кнопочку Продолжить. После этого, последний, финальный, пятый шаг, это усиление резкости. Здесь подбираем настройки в зависимости от вашей фотографии. Как видите, у вас сразу же появляется окно, где нужно эти настройки подбирать. Смотрим на радиус. Здесь необходимо сделать больше, увеличиваем. Если меньше, уменьшаем, соответственно. И как все готово, нажимаем кнопочку ОК. И все, как видите, у нас появляется сообщение, что базовая ретушь завершена. Папочка, в которой лежат все наши слои. Вот таким образом работает данный Action Ассистент. Вы можете использовать его, он у вас проведет полностью по обработке по шагам. Либо пользоваться экшенами уже теми, которые вам нужны самостоятельно. То есть, если вы новичок, то я рекомендую вам работать через ретушь ассистент. Если вы уже более опытный пользователь, и знаете, что вам нужно, знаете, какой дефект нужно устранять, то просто выбирайте подходящий экшен из набора и работайте с ними. Вот, переходим теперь к этим экшенам. Дальше у нас идут экшен для авторетуши, которые позволяют нам полностью в автоматическом режиме разглаживать кожу. Давайте запустим, к примеру, второй экшен. Вот здесь представлено два вида. В одном случае может работать лучше один, в другом лучше другой. Сами посмотрите уже по результату. Вот здесь нам необходимо пипеткой выбрать область с кожей. Вот мы можем здесь выбрать либо просто телесные тона вот в этом выпадающем списке. Либо отщелкнуть пипеткой, если у вас эти области не попадают. В данном случае вот я выбрал телесные тона. Нажимаем дальше кнопочку ОК. И у нас экшен автоматически разгладит кожу у нашей модели. Вот, как видите, кожа у нас разглажена. Отрегулируйте прозрачность до оптимального результата. Также можно при помощи черной кисточки убрать ненужный эффект. Если что-то где-то получилось замыльно, то понижаем прозрачность. Вот, если эффект вылазит, к примеру, за границей кожи на волосы или еще куда-то, можно при помощи черной кисточки этот эффект стереть. Ну, в данном случае, в принципе, все нормально. Вот, как вы видите, абсолютно в автоматическом режиме у нас все разгладилось. Мы ничего не делали для этого. Очень удобно использовать данный экшен, когда у вас, к примеру, групповые портреты. Вот, чтобы не прорисовывать каждый отдельный участок при помощи кисти, запускаете авторетушь, автоматически у вас выбираются оттенки кожи, и все обрабатывается в полностью автоматическом режиме. Экономия времени просто колоссальна. Обратите на это внимание. Вот, переходим дальше. Следующий экшен, это у нас экшен разглаживания. Я думаю, те, кто уже не первый набор у нас покупает, я думаю, с ними уже знакомы. Вот, то есть, в зависимости от количества плюсиков, это, сами понимаете, сила эффекта, да? Вот. Данный экшен разглаживают. Следующие два экшена устраняют пятна. Как использовать эти экшены вместе, да? То есть, к примеру, вы хотите разгладить кожу, да? Вот, нажимаете на разглаживание. В данном случае, я думаю, среднего эффекта будет достаточно. И посмотрим, что у нас сейчас получится. Вот. Здесь прорисовываем при помощи кисточки по коже. Аккуратненько, да? Так. И также здесь, не забываем. Вот. Ну, желательно использовать прозрачность не 100%, а где-нибудь 30%. Ну, в данном случае, я делаю все быстро, чтобы сэкономить время нашего урока, да? Вот, иначе это может растянуться надолго, если буду рассказывать про каждый экшен здесь. Итак, вот мы разгладили кожу. И если у нас, к примеру, тон кожи не везде выровнялся и остались пятна какие-то, да? Мы можем дополнительно использовать экшен устранения пятен. Давайте это сделаем. Вот, выбираем этот экшен, выпускаем его. И дополнительно, уже при помощи кисточки, здесь лучше прозрачность поставить, поменьше, где-нибудь давайте 25. Вот. Делаем мазочки там, где у нас, к примеру, самые большие пятна заметны. То есть, вот на лбу у меня, я вижу, не совсем ровная, да, участок. Вот я прошелся, кожа сразу стала ровнее здесь. Также вот здесь вот можно на щеках, чуть-чуть здесь, на подбородке. То есть, эти экшены, как бы, они друг друга дополняющие. Если, к примеру, у вас первый экшен с разглаживанием кожи недостаточно справился, то можно дополнительно проработать уже при помощи вот этого, разгладить оставшиеся области. Ну вот, как видите, кожа сразу стала у девушки ровнее и лучше. Тоже можно еще и здесь проработать, если где-то есть какие-то проблемы. Вот. Дальше у нас идут экшены, которые позволяют исправить какие-то специфические дефекты. То есть, если, например, представлены на фотографии большие поры, вот, их можно убрать при помощи данного экшена. Также можно убрать красноту с кожи, усилить фактуру, усилить детализацию, если, к примеру, на фотографии не слишком заметна текстура, или вы перестарались и замылили, да, при разглаживании кожу. Можно воспользоваться вот этими вот экшенами, чтобы исправить данную ситуацию. И также очень хорошо работают вот эти два экшена с усилением фактуры и детализации на ретуши мужских фотографий. Потому что ранее у нас, можно сказать, не было экшена для мужской ретуши. Но теперь вот эти экшены вы можете использовать для создания такой мужской кожи, где будут хорошо заметны все поры, так скажем. Ну, не в плохом смысле этого слова, да, а наоборот в хорошем, чтобы кожа выглядела мужественно. Потому что, когда, например, мы ее разглаживаем через вот эти вот инструменты, она получается слишком мягкой и уже человек не выглядит мужественно. Вот, соответственно, лучше здесь использовать вот эти экшены. Они добавят вашему модели мужественности и усилят детализацию на коже. После этого двигаемся дальше. Теперь у нас идут экшены для отбеливания. То есть позволяют избавиться от посторонних оттенков на глазах, на зубах. Вот, все очень просто. Выпускаете данный экшен и также по маске прорисовываете. Вот, три экшена для создания контраста на глазах, контрасты выразительности. То есть у нас есть экшены для контраста бровей и ресниц, контраста самих глаз, то есть зрачков, и осветления радужки. Также два экшена для разглаживания ретуши губ. Вот, экшены для создания макияжа и загара. Вот, и также есть специальный экшен, который позволяет изменить цвет глаз и цвет губ. Вот, также два экшена для создания блеска на волосах. То есть один экшен для темных волос, другой экшен для светлых волос. И теперь переходим уже к трем экшенам, Dotion Burn, которые позволяют настроить свето-теневой рисунок на ваших фотографиях. Здесь три разных метода. Первые два метода абсолютно автоматизированы, и третий метод, он такой больше полуавтоматический, так скажем. Вы будете вручную подбирать настройки для данного инструмента. Ну давайте посмотрим, как это работает. Желательно, кстати, после каждого экшена сводить слои. Вот, в данном случае мы записали практически во все экшены, где было возможно, эту операцию, чтобы вам не приходилось каждый раз сливать слои самостоятельно, да. Но все-таки, если это нужно, перестраховаться лучше, выбрать данный экшен, запустить его, вот, и после этого уже обрабатывать. Вот, настраиваем здесь силу нашего инструмента, примерно так, я думаю. Вот, дальше смягчаем переходы между светом и тенью, но перебарщивать не нужно, примерно так будет достаточно. Иначе ваш свето-теневой рисунок просто расползется по лицу, и все изображение будет испорчено. Поэтому старайтесь только смягчить переходы между светом и тенью, и выбирайте не слишком большие радиусы здесь. И теперь при помощи белой кисточки прорисовываем свето-теневой рисунок. Вот, можно, кстати, просто залить маску белым цветом. Давайте лучше это сделаем, чтобы кисточкой не рисовать. Выбираем маску и нажимаем Alt Delete. Вот, и как видите, все. Теперь у нас Доджин Берн проведен, но результат довольно сильный. Настраиваем его при помощи прозрачности. Где-нибудь 50% будет достаточно. Вот, да, теперь смотрится гораздо лучше. Вот, ну и в самом-самом конце можно настроить резкость уже для вашей фотографии. Мы здесь разработали еще один специальный экшен, который позволяет усиливать резкость. Очень и очень это делает качественно. И он очень просто настраивается. Называется данный экшен Адаптивная резкость. Давайте я покажу, как он работает. Запускаем его. Вот, как видите, нам просто нужно отрегулировать прозрачность данного слоя. То есть, чем выше прозрачность, тем, соответственно, сильнее эффект. Вот я увеличиваю, как видите. Фотография становится более резкой. Уменьшаю. Меньше. Просто регулируйте прозрачность и настраивайте таким образом резкость на вашем снимке. Все очень просто. Ну что ж, вот, в принципе, и все, что касается экшенов из категории Быстрая Ретушь. Ну и давайте в самом конце расскажу еще про третью категорию. Это Ручная Ретушь. Она уже для, так скажем, более профессиональных людей, кто ретушировать привык вручную. Ну или не всегда возможно отретушировать фотографию автоматическими способами. Здесь мы также добавили специальные экшены, которые также позволят вам упростить и ручную ретушку. Вот здесь у нас есть экшен для выделения кожи. Он позволяет вам просто на отдельный слой вывести оттенки кожи и работать уже на этом слое. Давайте я покажу, как это работает. Вот, запускаем Done Action. Вот, и на отдельном слое у нас остается только кожа. Мы можем работать с ней очень удобно. Вот, также здесь представлены экшены для частотного разложения. Экшен-помощник, который позволяет увидеть дополнительные дефекты, которые есть при Dotion Burn. Экшен для создания кривых в Dotion Burn. Экшен для 50% серого слоя, тоже, если мы работаем с техникой Dotion Burn. И два экшена для добавления шума, если необходимо восстановить где-то текстуру кожи. Вот, в принципе, и все, как вы видите. Набор данных получился довольно обширный. Мы постарались захватить здесь практически все акспекты ретуши фотографий. Вот, я думаю, этого будет вам с головой достаточно, потому что при обработке фотографий, конечно же, вы не будете пользоваться вот этим всем количеством экшенов. Вот, да и в этом нет необходимости. Обычно при ретуши снимка хватает самых основных, то есть, например, разглаживание, убрать красноту, там, убрать пятна какие-то, подредактировать контраст глаз, настроить Dotion Burn и резкость. Вот, ну и в каких-то отдельных случаях вы будете уже пользоваться всеми остальными экшенами. Ну что ж, я надеюсь, данный набор будет вам полезен. Он сэкономит вам, я просто уверен, огромное количество времени. Вот, если у вас будут возникать какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите мне на почту supportsobaka.photoshopprofessional.ru. Кстати, полный список обновлений данного комплекта вы можете увидеть на этой страничке. Пролистайте вниз, вот, и увидите полный список тех обновлений, которые были добавлены в данный набор. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо за внимание. С вами был Кузьмичев Алексей, и до встречи в следующих видео.